всем привет вы на канале политический новостник тема сегодняшнего выпуска массовые протесты и беспорядки охватили сша расовая проблема америки обострилась перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска 25 мая по местному времени на одной из улиц в миннеаполисе американского штата миннесота 46-летний водитель афроамериканец джордж флойд подвергся насильственному обращению со стороны четырех полицейских в том числе и дерека шовина в связи с подозрением в использовании фальшивых денег в результате этого инцидента флойд скончался в субботу 30 мая во многих городах соединенных штатов вспыхнули массовые протесты в связи с убийством джорджа флойда и другими эпизодами гибели чернокожих американцев от рук полицейских а мэра множество крупных городов по всей стране в велико минданский час губернаторы нескольких штатов мобилизовали национальную гвардию на фоне беспорядков насилия и роста числа пострадавших после того как вечером в пятницу протесты против жестокости полиции переросли в беспорядки и волнения во многих городах по всей стране власти очевидно намереваются восстановить общественный порядок посредством более решительной демонстрации силы губернаторы шести штатов включая миннесоту где в понедельник 25 мая скончался флойд мобилизовали силы национальной гвардии во многих городах включая атланту лос-анджелес луисвилл колумбию дэнвер портланд мелоки и колумбус власти готовящийся к очередной беспокойной ночи в велико минданский час сегодня вечером наши позиции гораздо крепче чем прошлой ночью заявил генерал-майор джон дженсен из подразделения национальной гвардии в миннесоте в ходе брифинга в субботу вечером к вечеру субботы 30 мая полиция уже арестовала почти 1400 человек в 17 городах в субботу демонстрации начались довольно рано но с приходом ночи местами стали происходить вспышки насилия поджоги магазинов поджоги полицейских машин ранения и аресты протестующих беспорядки охватили всю страну от одного побережья до другого и вспыхивали как в крупных городах так и в более мелких протестующие вступали в открытые столкновения с полицией в таких городах как талса штат оклахома литл рок штат арканзас албани штат нью-йорк фарго штат северная дакота и роли в северной каролине рядом с юниан сквер в самом сердце манхэттена загорелась полицейская машина от которой черный дым поднимался высоко в воздух в бруклине протестующие устроили стычку с полицией которая продлилась несколько часов в одном торговом центре лос-анджелеса протестующие сожгли пост полиции и разграбили соседние магазины в нэшвилле штат теннесси протестующие подожгли историческое здание суда а в салт-лейк-сити штат юта люди жгли автомобили а полиция арестовала человека с луком и стрелами который целился в толпу протестующих в субботу вечером в минеаполисе протесты продолжились произошло множество стычек с полицией которая по сравнению с вечером пятницы очевидно заняла гораздо более жесткую позицию чтобы обеспечить соблюдение комендантского часа преградив дорогу демонстрации в которой приняли участие несколько сотен человек и разогнав протестующих пожилым кварталом подальше от центральной улицы полицейские стали преследовать их и стреляли пластиковыми пулями по протестующим и жителям города возводившим баррикады чтобы защитить свои улицы рано утром в воскресенье чиновники минеаполиса сообщили что им удалось остановить насилие я не люблю полицию и мне не нравится протестующие сказал один житель города латиноамериканец полиция долгое время не обращала на нас никакого внимания а теперь они стреляют в нас пока мы пытаемся себя защитить многие информационные агентства включая сен-н сообщили что их сотрудники которые освещали ход протестов в этом городе были ранены резиновыми пулями различные издания и журналисты работающие в разных городах сообщали о том что полицейские применяли против них химические вещества и несмертельное оружие и даже арестовали нескольких репортеров министерство обороны решилась на редкий шаг и отправила в минеаполис подразделения военной полиции губернатор миннесоты тим олс не просил о такой помощи и сообщил что он уже приказал провести полную мобилизацию национальной гвардии штата самую масштабную мобилизацию со времен второй мировой войны между тем дональд трамп поодлил масла в огонь выступив с резкой критикой в адрес анархистов которых он обвинил в разжигании опасных беспорядков и призвал мэра миннеаполиса действовать в отношении демонстрантов более решительно джо байден который возможно станет кандидатом на президентских выборах от демократической партии выбрал иной тон назвав протесты против жестокости полиции оправданными и необходимыми однако он призвал положить конец насилию нельзя допускать чтобы сам акт протеста заслонил собой причину по которой мы протестуем подчеркнул он в своем заявлении в лос-анджелесе акция протеста в парке pan pacific началась как мирная демонстрация но потом небольшие группы людей стали поджигать полицейские машины и в ответ на это полиция начала стрелять в них резиновыми пулями уже после восьми часов вечера когда формально начался комендантский час но еще до наступления темноты мэр лос-анджелеса эрик гарсетти попросил губернатора штата вести в город 700 бойцов национальной гвардии в нью-йорке в полицейских пытавшихся отеснить протестующих стаем сквер летели бутылки и сотни людей собрались в микрорайоне и ст вилледж акции протеста вспыхивали в самых разных районах нью-йорка на улицах возникали пожары а полицейские избивали протестующих дубинками мы не потерпим подобных действий в отношении офицеров полиции нью-йорка говорится в твите на официальной страничке нью-йоркского полицейского департамента на этой же страничке сообщается что полиция арестовала множество людей которые бросали коктейли молотова в полицейские автомобили позже американская прокуратура сообщила что она уже выдвинула обвинения против троих участников тех инцидентов кроме того в сети быстро распространилась видеозапись того как два полицейских автомобиля проехали сквозь толпу протестующих блокировавших дорогу мэр нью-йорка билда блазио попытался оправдать такие действия полиции что еще больше разозлило жителей города если бы те протестующие ушли с дороги мы сейчас не обсуждали бы эту ситуацию сказал он я не собираюсь обвинять офицеров которые пытались справиться совершенно невероятной ситуацией в атланте где в результате столкновений рано утром в субботу три офицера полиции получили ранение и было арестовано 70 человек по приказу губернатора брайана кемп были развернуты силы национальной гвардии около 1500 бойцов в постах появившихся в социальных сетях были опубликованы фото и видео пламени и густого черного дыма от пожара вспыхнувшего в центре филадельфии где мирная акция протеста внезапно обрела насильственный характер и где протестующие начали поджигать автомобили участники акции поджигали автомобили полицейских и в чикаго в вашингтоне протестующие вступали в столкновение с силами службы безопасности и полиции недалеко от белого дома два дня подряд выкрикивая слоганы я не могу дышать жизни черных имеют значение и к черту дональда трампа сотни демонстрантов окружили территорию белого дома напряженность нарастала весь вечер недалеко от белого дома протестующие подожгли автомобили мусорные контейнеры субботу 30 мая трамп заявил что министерство юстиции проводит расследование обстоятельств гибели джорджа флойда однако президент также стал мишенью критики назвав протестующих анархистами и заявив не имея никаких доказательств что его политические оппоненты специально разжигают насилие бунтари мародеры и анархисты оскверняют память джорджа флойда сказал трамп выступая в космическом центре кеннеди после исторического запуска космического аппарата компании spacex насилие вандализм возглавляют члены движения антифа и другие леворадикальные группы которые терроризируют невинных разрушают рабочие места вредят предприятиям и сжигают здания мы не можем и не должны позволять небольшим группам преступников и вандалов разрушать наши города и уничтожать наше сообщество я не позволю злобной толпе одержать верх с такими же подстрекательскими заявлениями трамп выступил ранее в тот же день когда он пригрозил протестующим собравшимся у белого дома злыми псами и грозным оружием эти слова президента немедленно вызвали критику со стороны мэра вашингтона мюриэля баузера которая указала на содержащиеся в них российские ноты для афроамериканцев фраза о злобных псах является откровенным напоминанием о сегрегационистах которые спускали собак на женщин детей невинных людей на юге сказала баузер субботу 30 мая брат джорджи флойда филонис сообщил что у него был короткий разговор с президентом трампом по поводу смерти его брата все случилось так быстро он не дал мне возможности что-либо сказать было тяжело я пытался с ним говорить но он постоянно меня прерывал будто не хотел слушать о чем я говорю сообщил филонис в пятницу 29 мая тысячи людей проигнорировали комендантский час толпы людей вступали в столкновение с полицией подожгли здание полицейского участка громили и поджигали магазины во время протестов в пятницу в детройте штат мичиган 21-летний молодой человек погиб от пулевого ранения когда неизвестный открыл огонь по толпе из окна своего автомобиля на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтоб всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи